28 июня в Рио губернатор Андрей Воробьев посетил Химки. После визита на НПО имени Лавочкина он отправился в арену Химки, где прошел уже третий по счету градостроительный совет области. Первый вопрос на повестке дня – генеральный план развития округа до 2035 года. Его представил глава округа Олег Шахов. После долгих обсуждений правительство Подмосковья предложило документ доработать. Не обошлось в этот день и без громких увольнений. Екатерина Зайнулова продолжит. В Химках прошел третий по счету градостроительный совет Московской области. Новый орган, созданный по инициативе в Рио губернатора Воробьева в марте этого года, должен навести порядок в строительной политике Подмосковья. Первые два совещания прошли в Мытищах и Балашихе. Теперь Химки, где вот-вот должны принять генеральный план развития округа. Председатель совета Андрей Воробьев дал понять сразу – разговор будет серьезным. Московская область – территория, где строительство приносит самые большие доходы. И, казалось бы, каждое новоселье нужно встречать с улыбками, со звоном бокалов. Однако, на удивление и главы муниципальных образований, и правительство Московской области регулярно получает огромное количество обращений от людей, которые недоумевают от того, что стройка часто была направлена только для одного – извлечения прибыли. Я считаю, что мы имеем право не согласиться с таким подходом, очень сопереживая то, что встречаю в Королеве, Балашихе, в последнее время в Химках, Красногорске. Генеральный план развития Химок, главный вопрос совещания, представил лично глава округа. Олег Шахов обозначил основные направления документа. В рамках подготовки генерального плана были сделаны акценты на социальную инфраструктуру, комфортную среду, развитие парковых зон и зон отдыха, появление мест приложения труда, ликвидацию ветхого жилищного фонда, увеличение бизнес-направленности и, как следствие, увеличение будущих налогов. В течение двух месяцев с 15 марта по 16 мая этого года по всему городу проходили публичные слушания по проекту генерального плана. Представители общественности, кто непосредственно принимал участие в проекте генерального плана, также находились в зале, но даже их активная поддержка не помогла. Марина Оглоблина, министр строительного комплекса и ЖКХ Московской области, именно она проводила анализ генплана, отклонила его и отправила на доработку, сказав при этом, что основа документа хороша, но отдельные моменты нужно продумать. Генплан предполагает строительство значительно существенного объема дополнительных мест в социальных объектах, в детских садах, в школах, в поликлиниках и в других объектах социального назначения. Чтобы это построить, нужно понимать, когда будут средства на это, когда это нужно строить, когда это востребовано людьми. Также, по словам членов правительства, в генеральном плане недостаточно зеленых зон, мало охвачено расселение ветхого жилья, дорожного строительства и поликлиник. Я бы хотел, Олег Федорович, я знаю, что вы очень добросовестно работали над генпланом, посмотреть, где будут парки, скверы, детские сады, а как будут расширяться трассы. И о чем говорит Марина Евгеньевна? График. Когда будет поликлиник? Когда? В 2018 году вас устраивает? Меня нет. Кого-то устраивает в 2018 году в поликлинику попасть? По идее, Олег Федорович, поликлинику неплохо было бы начать в этом году. Ну или в следующем, правда? У нас две поликлиники будет в этом году, а всего построим в ближайшие три года пять. Говорили и о точечной застройке, а именно о девятиэтажке на улице Овражной. Девелоперы заявили, что администрация Химок вынуждает их разобрать дом, когда он уже почти готов. Такой поворот событий удивил Воробьева. Если дома, которые ни мне, ни группе поддержки, ни вам не нравятся, мы должны сказать себе следующее. Люди не должны пострадать. Правильно или неправильно? Абсолютно верно. Поэтому то, что выдано разрешение, нужно достроить и отдать людям, а не заплатили деньги. Иначе это будет просто обман. Ситуацию с точечной застройкой пытался прокомментировать Раис Ахмадеев. После чего Андрей Воробьев попросил его покинуть зал. Как выяснилось тут же на совещании, буквально накануне в Рио губернатора, предложил Ахмадееву написать заявление об увольнении за выдачу разрешения на многоэтажное строительство, несмотря на мораторий. Человек, который отвечал в городе Химки за стройку, несмотря на то, что нами коллегиально, всеми главами муниципалитетов, было принято решение на мораторий по высотному строительству, все-таки каким-то образом изменил себе и подписал 5 или 6 разрешения на 29-32-этажные дома. Мы так не договаривались, и, соответственно, этот человек, вот это была лебединная песня здесь на общественном совете, вот с этого же общественного совета его и покинут. Олег Шахов заявил журналистам, что Ахмадеев с ним разрешение на многоэтажное строительство не согласовывал. Вы все слышали, что причиной его увольнения оказалось подписание разрешения на строительство высокоэтажных домов в нарушение поручений, которые давал Андрей Юрьевич Воробьев. Абсолютно правильное решение. То есть те, кто нарушает указания или не выполняет поручения Андрея Юрьевича, не будет с ним работать. Были сделаны конструктивные замечания, есть над чем работать. Мы обязательно все в ближайшее время исправим. Жители Химок решение Воробьева относительно Ахмадеева восприняли однозначно. Ну, я считаю, правильно сделал. Молодец. Так держать ему. Мы за него. Если не выполняется распоряжение вышестоящего начальника, причем разумные, ну, увольнять. Я только за. Результатами третьего градостроительного совета можно назвать следующее. Во-первых, ни один построенный в Химках жилой дом не будет снесен. Во-вторых, в генеральном плане значительно увеличится зеленая зона с 10 до 40% от всей территории округа. А в-третьих, строительство школ, детских садов, дорог и поликлиник получит четкий график и источники финансирования. На доработку документа дали ровно два месяца. И к первому сентября генеральный план должен быть принят. Екатерина Зайнулова, Алексей Козеров, Служба новостей.